Сотрудничество между Белоруссией и Россией построено на взаимной выгоде близости культуры традиций, значительной общей истории, глубинной связи наших народов. Сегодня две стороны вместе сохраняют историческую память, обмениваются опытом и ищут точки соприкосновения, различные подходы в том или ином вопросе. Именно эти темы обсуждались на круглом столе с представителями прибывшей делегации северной столицы России. У нас существуют самые дружеские и партнерские отношения с Брестской областью. Краснопаркий район Санкт-Петербурга, где проживает около полумиллиона жителей нашего города, имеет соглашение о сотрудничестве с Брестской областью. Активно развивается это сотрудничество. Приехали с миссией, чтобы еще раз поговорить об итогах этого взаимодействия и наметить планы на будущее. У нас все карты в руках. Петербуржцев в Беларуси работает очень много, начиная с посла Российской Федерации в Беларуси, Бориса Грызлова, петербуржца, руководителя Союзного государства Петер Федоровича Мезенцева. Он тоже петербуржец, который и работал в правительстве Санкт-Петербурга. Ну и генеральный консул в Ресте, тоже петербуржец, Олег Юрьевич Мурашов. Поэтому нам есть на кого опираться, прежде всего, в своих людей. В Беларуси есть, которые ответственны за развитие этого сотрудничества. Но самое главное, мы встречаем очень добрые отношения и готовность сотрудничать. В центре внимания участников круглого стола оказались перспективы развития и сотрудничества по нескольким сферам сразу. Это и экономика, туризм и медицина, образование и патриотическое воспитание. К слову, по итогам 2023 года торговый оборот между первым регионом и северной столицей России составил 250 миллионов долларов. В основном отгружается такая продукция, как молочная продукция, рыба, газовые плиты и ряд других оборудований. По импорту приобретаются в основном это аккумуляторы, это пищевые добавки, это фрукты и ряд другой сопутствующей продукции. Поэтому я уверен, что дорожная карта позволит нам, прежде всего, конечно же, наращивать нижний торговый оборот. С нашей стороны, конечно же, больше мы заинтересованы в экспортной составляющей. Поэтому каждая из делегаций найдет ту составляющую, которая даст возможность развития в дальнейшем. Сегодня хорошие перспективы просматриваются в частности у предприятия «Брестмаш». Именно оно и стало одной из точек посещения питерской делегации. Мы, в частности, с заводом «Брестмаш» обсуждали возможности выхода на наш рынок по поставкам импортозамещающих комплектующих на наши автозаводы. И, мне кажется, там очень хорошая перспектива. Мы договорились о конкретных мероприятиях по продвижению этой продукции со встречи с нашими производителями. Белорусские предприятия имеют серьезные контракты в Санкт-Петербурге. Это и поставки автобусов в Санкт-Петербург. Сейчас примерно 30% пассажирского автотранспорта белорусского происхождения. Могилев «Лифтмаш» занимает 40% лифтового оборудования на нашем рынке. Компания «Амкадор» очень успешно поставляет коммунальную и уборочную технику. В прошлом году поставлено было порядка 300 чем-то автомашин. Поэтому у нас есть история успеха, и я еще не все перечислил. Помимо экономической сферы, стороны нацелены теснее взаимодействовать в спортивной сфере. Первый регион готов представить спортивную базу для тренировок спортсменов и наладить обмен опытом между специалистами. На ваших объектах уже работают тренеры из Санкт-Петербурга. Мы готовы расширить эту линейку и переговорить с нашим комитетом физической культуры и спорта, чтобы появились такие мастер-классы наших известных тренеров, которые бы приезжали к вам сюда в Брест и помогали ребятам совершенствовать свое мастерство. Также стороны обсудили совместные проекты патриотической направленности. Ведь сегодня, в год 80-летия, освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, они приобретают особую значимость. Мы понимаем, насколько она дорога, так же, как вы прекрасно знаете, что такое блокада Ленинграда. И в Беларуси очень трепетно относятся, в том числе, к блокадникам, проживающим в этой республике. Мы это очень ценим и стараемся, конечно, передавать нашим ребятам. Здесь очень важный вопрос, связанный с патриотическим воспитанием. Сегодня учитель истории из Петербургской школы будет вести уроки мужества для ребят, рассказывать о героических историях из нашей общей жизни. И мы договорились о том, что эти уроки мужества продолжатся в дальнейшем. И я сегодня буду опять приглашать, продолжить ту практику, которая у нас была в прошлом году, когда больше десятка наших преподавателей приехало в Беларуси и читало такие же уроки мужества. А потом мы принимали белорусских педагогов у себя в Санкт-Петербурге. Кульминация круглого стола стал обмен подарками. Вадим Кравчук подарил первому заместителю председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга книгу про первый регион. И отметил, что у Сергея Маркова есть возможность ознакомиться с местами Брестской области, которые он хочет посетить во время следующего рабочего визита.